Снова я приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Клайв Баркер, уроженец Ливерпуля, писательскую карьеру начал еще в школе. Режиссерский талант проснулся в нем в 1973 году, а в 1987 году вышел срежиссированный им фильм «Восставший из ада». Время шло, Клайв писал романы и сценарии, и в 1995 году вновь сел в режиссерское кресло. Он ставил фильм «Повелитель иллюзий», по своему же рассказу «Последняя иллюзия», который он написал еще в 1988 году. Клайв сам написал сценарий и выступил одним из продюсеров. Местом съемок выбрали Лос-Анджелес, которая еще со времен Золотого века Голливуда скрывает в себе много тайн. Сюжет этой кинокартины строится вокруг детектива Гарри Дамура, а расследование детектива приводит его к сверхъестественной развязке. Магия, монстры и боги иллюзии – все это оказалось сплетено воедино и разобраться со всем этим. Детективу помогут герои этого фильма. Жанр кинокартины я охарактеризовал бы как нуар ужасов. По крайней мере, все классические ингредиенты здесь присутствуют, ровно как и дежавю, что где-то я это уже видел. Но не стоит думать, что Клайв Баркер надергал стандартных клише из классических детективных романов и черно-белых фильмов с Хамфри Богортом. Он сам пишет романы и сам режиссер. Но где-то, например, в жестокой сцене с прикручиванием маски, узнается полусадистский почерк восставшего из ада. Маэстро остается самим собой. И это неплохо. Весьма неплохо. Не всем, конечно, пришелся фильм по душе. Например, разгромная рецензия в газете Washington Post от 1995 года автора Ричарда Харрингтона. В рецензии на фильм журналист заявляет, что картина Баркера даже не дотягивает до постановки HBO 1991 года на подобную же тематику, снятую для ТВ. Картина называлась «Бросив смертельный взгляд». Также критик пишет, что Баркер не может определиться, кто он – писатель, снимающий фильмы или режиссер, пишущий книги. И это якобы идет в ущерб качеству его постановок. New York Times от того же 1995 года разродилась еще более колкой рецензий под авторством Стивена Холдена. Этот фильм – садистско-псевдорелигиозная хоррор-версия фильма «Величайшее шоу на земле». Большая часть фильма является глупой прелюдией к эксгумации главного злодея, а скрытые под темы картины – это пирсинг и сцены насилия. Фильм утомляет. Вот такая вот критика на фильм тех лет. А знаете, что бы я сказал тем критикам, если бы встретил? Они пошли бы вы нахуй журналистюхи со своими рецензиями. Засуньте свои статейки себе в жопу. В корне не согласен с рафинированными болванами критиками из Washington Post и New York Times. Фильм достаточно интересный. Посмотрев его, мне понравился как сам сюжет, так и сама постановка. Конечно, сцены жестокости присутствуют, но Клайв ими не упивается и не возводит насилие в ранг культа, как тот же Элай Рот. Некоторые моменты, конечно, адекватно были изъяты из фильма, когда его демонстрировали в кинотеатрах. Как, например, сцена, где Свон в исполнении Кевина О'Коннора кусает палец и заливает с него кровь на винты, чтобы закрепить маску в голову Никса. Сцена была вырезана из прокатной версии фильма, опять же для того, чтобы получить R-рейтинг. Как вы уже, наверное, знаете, это делается для наибольшей посещаемости кинотеатра. Естественно, на видеокассетах и дисках сцена была включена в режиссерскую версию фильма. А вот сцена, где Никс проникает пальцами в голову Свон в самом начале фильма, не была включена в театральную версию, так как, по мнению продюсеров, слегка замедляла развязку. Эти кадры можно также посмотреть в режиссерской версии фильма. Приятно посмотреть в фильме на звезду сериала «Квантовый скачок» Скотта Бакулу, который в основном снимается только для телевидения. Как его, конечно, занесло в этот фильм, я не знаю. Скорее всего, на него обратили внимание после фильма «Цвет ночи», в котором также снимался исполнитель роли Слона Кевин О'Коннор. Да, ему этот фильм в карьере лишним не стал, это уж точно. Кстати, у его героя, детектива, на спине тату, Скотт Бакула позволил нанести для фильма изображение на свою спину только после того, как лично исследовал значение этого тату. И это правильно. Фильм от начала и до титров буквально пронизан магией и мистикой. Подбор актеров уже шел полным ходом. Клайв Баркер взял фото Фамки Янсен из сотен других фотографий и воскликнул. Вот она, исполнительница роли Доротеи. Примечательно. Но на тот момент люди, занимающиеся подбором актеров в фильм, уже отсмотрели и прослушали десятки актрис. А Клайв по одной лишь фотографии расставил все точки над «и». Операторская работа в картине прилично демонстрирует нам все сценарные задумки, представляя нашему взору то логово сектантов, то тайное собрание иллюзионистов, то мимолетный флэшбэк главного героя. Музыка Саймона Босвелла великолепно дополняет картинку. Будь то душные районы жилых массивов или утопающие в желтоватом смоге Лос-Анджелес. Тут и хоровые пения, и синтезаторные звуки, напоминающие итальянские ленты, а также элегантные фортепианные темы. Изначально над музыкой к фильму должен был работать Кристофер Янг, который сотрудничал с Баркером на его картине «Восставший из ада». Но работа по постпродакшену очень затянулась, да и уже расписанная занятость композитора не позволила ему снова посотрудничать с Клайвом. В картине также звучит кавер-версия классической песни «Мэйджик Момент», которую перепели группа «Эрейзер». Естественно, песня попала в фильм по протекции Клайва Баркера, так как и он, и солист группы Энди Белл являются не только хорошими знакомыми, которые общаются не только в жизни, но и в Твиттере. Они оба открытые геи. Да, есть такой грешок за Клайвом Баркером. Об этом он сам заявил еще в начале 90-х. Визуальные эффекты и грим в картине смотрятся весьма и весьма достойно. Здесь трудилась целая плеяда компаний, специализация которых делает кино магией. United Artists оплатила эти дорогостоящие компании по эффектам. Однако хочу заметить, что при такой внушительной банде специалистов по эффектам получилась одна маленькая оплошность. Ужасный ручной обезьян Мадрил, который в реальной жизни имел доброе имя Тедди. В фильме он принадлежит предводителю секты Никсу. По сюжету злобный обезьян должен погибнуть кровавой смертью. Но осуществить задуманное так и не удалось, потому что у отдела спецэффектов так и не получилось должным образом изготовить механизированную куклу двойника обезьяны. Картину изначально начинала снимать компания Polygram Entertainment. Но когда у Polygram случились финансовые проблемы, производство фильма было продано в MGM United Artists. Они как раз изготовили новую заставку-логотип, которую и использовали для этого фильма. С учетом дополнительных финансовых влияний, бюджет картины составил около 12 миллионов долларов. Сборы были более чем скромными, что, впрочем, не помешало картине завоевать любовь и признание фанатов жанра и поклонников творчества писателя. Картина номинировалась в 96-м году на премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Фан Горя также номинировала картину на свою премию за лучший саундтрек. Мне всегда нравились фильмы о магии, фокусниках и иллюзии. Так получается, что стабильно, раз в год я смотрю этот фильм. Его либо демонстрируют по телевидению, либо мне попадается на глаза диск с этим фильмом. Это как перечитывать интересные книги снова и снова. Клайв Баркер, помимо своих романов и рассказов, подарил миру, по крайней мере, три замечательные картины «Восставший из ада», «Ночной народ» и «Повелитель иллюзий». Все эти кинокартины имеют почерк автора. Его автограф буквально стоит на каждом кадре его фильмов. Я всегда считал, что фильмы Баркера сбалансированы на своего зрителя. Те, кто терпеть не может читать его рассказы или смотреть его фильмы, будут видеть в них лишь уродство, садизм, насилие и море крови. Если вы смотрели эту киноленту, и она вам понравилась, значит, вы меня услышали и поняли. Если же не смотрели данную работу Баркера, обязательно найдите фильм и посмотрите. Там полно чудес. Темных чудес. И напоследок цитата из фильма. Есть два мира магии. Один из них блестящий и сверкающий, является областью иллюзиониста. Другой – тайное место, где магия является ужасающей реальностью. Здесь люди имеют власть демонов, и сама смерть – это всего лишь иллюзия. Субтитры создавал DimaTorzok